Иногда, когда человек задает вопрос, вы не удивляетесь, если я буду больше осведомлён о нём, чем положен. Ну, то есть я буду говорить с ним о его жизни, как будто бы я его уже расспросил, задал ему несколько вопросов по этим поводу. Ну, вы не удивляетесь, это возможно, если глубже воспринимать человека. В древней культуре вообще не было лекций, всё знание передавалось пением, стихами, потому что, когда человек поёт, то восприятие углубляется. От этого лучшие возможности взаимодействовать с человеком появляются. Итак, первая тема нашей беседы — это обязанности мужчины и женщины. Прежде чем её начать, я хотел бы познакомить вас с материалом, на который я опираюсь. Это понимание, как устроена психика человека. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. В древние священные писания, ледические писания объясняют, что у человека есть, кроме грубого тела, которое изучается в медицинском институте, анатомия, физиология, нервная система. Существует также психическое тело. Это психическое тело современная наука тоже как-то пытается изучать. И еще академик Павлов говорил об условных рефлексах, говорил о том, что «Максим, у тебя хватает людей?» Там просто у меня есть еще врач, который со мной приехал, он подает консультацию по здоровью от Максима. И можете к нему подойти, получить консультацию, потому что люди часто задают вопрос по здоровью, хотя тема семейных отношений. И получается, что мы отвлекаемся от темы. Я поэтому вожу с собой человека, чтобы он этим занимался. Итак, наши ученые считают, что нервная система является основой для функционирования организма. Но древние ученые считали, что основой для функционирования организма является все-таки психика человека. Еще в медицинском институте я спрашивал, почему бьется сердце у физиолога. Он говорит, потому что работает нервной системой, она дает импульсы. Я тогда спросил, а что дает силу нервной системе? И он не мог ответить на этот вопрос. Он задумался и сказал, я не изучал эту тему. И на самом деле никто не изучал, потому что никто и толком и не знает этого. Оказывается, силу нервной системе дает психическая энергия человека. То есть у человека есть определенная энергия, которая чувствуется нами. Она чувствуется в виде бодрости и усталости. Она чувствуется в виде слабости и хорошего тонуса. Она чувствуется в виде свежести и, наоборот, духоты. И понимаете, то есть эта психическая энергия, она существует в нашей жизни. Она не измеряется особо приборами. Сейчас уже пытаются как-то ее измерять. Это называют по-разному, в виде трассионных полей и так далее. Но так-то иначе мы знаем, что это есть. Потому что если, допустим, в зале будет душно, то от этого будут страдать функции. Может нарушиться давление, заболеть голова и так далее. Существует психическое тело. Психические каналы, по которым движется психическая энергия, называются НАДИ на санскрите. Эти психические каналы, они нужны для того, чтобы давать силу всем органам и системам организма. Они активизируют деятельность нервной системы, нервная система регулирует функции организма. Но психические каналы НАДИ, они также еще играют, помимо того, что они регулируют деятельность здоровья человека, они также взаимодействуют, они также отвечают за наши психические функции. Психические функции, по сути, означают жизнь. Потому что сама деятельность тела для нас не в полной степени, мы понимаем, что это жизнь. Допустим, мы покушали, да, там, и так далее, у нас идет процесс, поэтому внутри там, но мы под жизнью воспринимаем наши взаимоотношения, эмоции какие-то, которые мы проявляем. Мы понимаем мышление, мы думаем, принимаем решения, помним о чем-то. И мы как бы под жизнью воспринимаем именно это. Никто не думает, что жизнь — это то, что происходит внутри клеток. И по факту мы даже не знаем, что происходит внутри клеток. Часто люди говорят, я себя хорошо чувствую, но мы себя вообще не чувствуем. Если по факту так разобраться, мы что-то кушаем внутрь. Потом мы понимаем, что там внутри происходит, нет? Мы контролируем ситуацию, что там пища всасывается сначала в желудке, потом в клетках, она распределяется по всему организму, участвуем в этом процессе, нет? В своем сознании. Кто участвует, то Дмитрий. Ну вот один человек участвует. Не знаю, насколько сильно. У меня все равно есть сомнения. Ну так или иначе, вы как бы сейчас знаете, где у вас пищевой комок находится в кишечнике? В каком месте? Я вообще не в полной. Вы не в полной, да? Не в полной. В полной? То есть вы знаете, где находится пищевой комок у вас сейчас в кишечнике? Ну примерно, да. Ну и где? Я не хочу болеть. А я знаю, я знаю, я вижу, где он находится, могу вам сказать. Вы поели не меньше, чем 3 часа до лекции. И пишут, ну, что? Ну да, чуть-чуть поели, а такое более массивное количество пищи у вас ниже спустилось. Желудки не так много. Ну и так далее. Как бы вы не можете контролировать все, что происходит в вашем организме, своим сознанием. Для этого вы должны сидеть, просто концентрироваться на каждой клетке, распределять это все. У нас нет таких полномочий. И к полной лекции нет смысла вступать. Все равно вам никто не поверит. Вот. Мы знаем, как мы кушаем, нам приятно. Мы знаем, что живот наполняется. Когда он наполнился, мы думаем, все, уже достаточно. Мне сегодня хорошо накормили, очень было достаточно. Но я не против вас, понимаете? Просто я, может быть, вы и можете, я, кто его знает. В этом мире столько всего есть, понятно. И вот, по крайней мере, я про себя говорю. Я знаю точно, когда нужно убежать с лекции. Ну, понимаете, да, что не всегда можно на лекции сидеть. Иногда бывает так, что надо убежать, иначе будет неприятно всему залу. Это мы знаем. То есть мы покушали, почувствовали сытость, и в какой-то момент надо это все выпустить из организма наружу. Ну, то есть это мы знаем, именно нам организм подсказывает. Он говорит, все, давай, иди. Нечего сидеть, и у тебя кишечник лопнет. Или мочевой пузырь. Вот. Ну, то есть дается команда изнутри. Причем, если мы ее не выполняем, тогда она настойчивее, настойчивее начинает даваться. Но как это со мной, вот с моей личностью связано? Я это не контролирую. Я могу просто констатировать факт. Таким образом, если говорить о психических функциях человека, то мы не знаем, как мы себя чувствуем. Даже у человека спросить, какое у тебя настроение, он подумает, что-то может сказать нет, но иногда нет. Он скажет, я не могу точно понять, какое у меня настроение. Иногда так даже бывает. Но мы знаем, что такое любовь, что такое отношения. Мы знаем, как мы относимся друг к другу. Мы знаем свою квалификацию. Что мы можем делать, что не можем, что нам нравится, что не нравится. Мы это все знаем. Таким образом, мы больше чувствуем не себя даже, а свою жизнь. То есть мы больше направлены не на свое тело, не на свой организм, а направлены на то, чтобы использовать этот организм для того, чтобы жить. И само понятие жизни, оно отличается от деятельности клеток в организме. Потому что жизнь означает совсем другое. Жизнь, она отличается от комбинации нервных импульсов. Мы используем просто это тело для того, чтобы жить. Нам нужно кушать, чтобы жить. Некоторые говорят, мы едим, чтобы жить. А некоторые говорят, мы живем, чтобы есть. Но так или иначе, все-таки жизнь – это что-то более широкое для нас. Веды объясняют, что есть тонкое психическое тело. Его называют на санскрите линго-шарира, или тонкое тело ума, тонкое тело, психическое тело. Есть как бы в этом тонком теле три категории функционируют одновременно. Три уровня глубины психики человека. Один уровень называется мамос, или, как мы говорим, ум. Видите, есть русские аналоги каждого слова. Значают древние люди даже на Руси знали, что такое психика. Итак, ум – это каркас, психический каркас нашего организма. В нем он как раз и занимается тем, что регулирует здоровье человека. И это объясняет, что если человек не удовлетворен в жизни, он несчастен, то ему не хватает здоровья. То есть есть два понятия здоровья. Есть понятие на санскрите, называется аорогия, отсутствие болезни. А есть свадьяя, означает баланс или счастье. И человек, который, допустим, не имеет ноги, он больной или здоровый? Врачи скажут, что он больной. Но если человек счастлив, полностью удовлетворен в жизни, а другой с ногами и не удовлетворен, то древняя медицина считает, что без ноги здоровый человек, а с ногой больной. Понимаете? То есть болеет тот, кто не чувствует себя счастливым. Потому что по факту, если разобраться, что за сила питает наши клетки, наше здоровье, от чего зависит наше здоровье, наше благополучие. Есть определенная энергия, ее называют спрано, жизненная сила и так далее. Но если честно сказать себе, как бы, честно сказать, что это за энергия такая, которая все питает, как она называется по-русски? Счастье, да. Энергия счастья. Мы, когда счастливы, у нас все здоровое, нам нравится все хорошо, я люблю тебя жизнь, и хочу, чтобы это было взаимно. Вот. То есть счастье дает человеку возможность быть здоровым и жить нормальной, счастливой жизнью, как в другой песне поется. Это бывает иногда у нас в жизни, такие ситуации, и они бывают не от того, что мы наелись хорошо. Конечно, когда мы наелись, тоже от этого счастья увеличивается. Это факт. Вот мне отхожу, погормили с любовью, сегодня приготовили мне, и я стал счастливым. Я отдохнул, еще поспал, прибавилось счастья. Ну, это больше, как бы, сказать о другом. Это называется убавилось несчастье. Ну, то есть я просто ночью летел из Москвы, а до этого была лекция в Москве. Я прилетел вообще никакой. Потом меня отпарили в бане, уложили спать, накормили. И несчастья стало настолько меньше, что появилось счастье. Настолько мало, что появилось счастье. Но бывают в жизни такие ситуации, когда человек бесконечно чувствуется счастливым. Бесконечно чувствует счастливым, не от того, что его хорошо накормили. Есть другие вещи в нашей жизни, которые ценностью бесконечно больше являются в нашей жизни. Бесконечно больше. И сейчас вы услышите другую песню, которая точно вам подскажет, что же является такой ценностью в нашей жизни, что она делает нас бесконечно счастливыми. Вот здесь о пище ничего не будет говориться в этой песне. У меня сегодня день такой счастливый, что ни петь, ни лиска. Субтитры создавал DimaTorzok И так далее. Видите, даже время отступает, если счастлив человек. Ну, не то, что наелся, отдохнул после перелета. Это совсем другой, да? Другая какая-то штука. Он говорит, у меня сегодня день такой счастливый, что вот не петь, извините, нельзя. Почему? Потому что к нему пришла любовь к человеку в жизни. И с любовью вместе к нам приходят песни также. То есть мы счастливыми становимся, поем, танцуем, радуемся жизни. И это является кульминацией жизни человека. Любовь, отношения, какая-то гармония души с окружающими людьми, с близким человеком. Тебе навстречу я пойду, сто дорог в одну сведу и так далее. Есть другие похожие песни, описывающие стояние. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет дней хороших очень много у моей судьбы. Человек даже видит будущее в этот момент настолько сильно. Он чувствует вот эту силу этих отношений, чистоту, красоту этих отношений, любви. Таким образом, не в пище единый жив человек, да? То есть у нас есть жизнь, это более глубокое понятие. Оно включает в себя отношения, чувства друг к другу. И это объясняет, что более важные, ценные функции ума для человека это функции, связанные не с питанием энергии счастья организма. Она нужна также организму, эта энергия счастья. Без нее ни один орган не будет заработать нормально. Кстати, есть такие связи между органами организма и эмоциями. То есть ума есть характер эмоций. Сердце, допустим, оно любит правду и оно обижается. Оно болит от обиды, сердце от обиды болит, от предательства, означает неправды. Вот. А печень болит от гнева, когда человек гневается, от заночника, от перенапряжения. Кишечник страдает от неправильного движения мыслей. Запор бывает не только, оказывается, в кишечнике. Начинается в голове. Об этом Задорнов подметил сейчас. Вот. Ну и так далее. То есть составы страдают от отчаяния, перенапряжения, от суеты. Человек болеет вирусными инфекциями. Иммунитет страдает. Другими словами, органы системы организма связаны с характером. Ум состоит из характера. Характер — это движение энергии счастья в нашем организме. Если мы не гармонизируем правильно с этим миром, мы не любим этот мир, тогда у нас плохой характер. А если мы гармонизируем, любимый, тогда у нас хороший характер. Характер означает взаимодействие с этим миром. И у ума есть пять щупальц, пять чувств, с помощью которых идет это взаимодействие. Каждое чувство имеет свои направленности, особенности и свою важность в жизни. Но прежде всего говорить о чувствах, я еще немножко упомяну, что также кроме ума в тонком психическом теле есть еще разум. Разум — он контролирует деятельность ума. Разум — это начальник в организме. Он контролирует все, что происходит у нас в психике, дает задания, ставит цели. Он выбирает смысл жизни. Вера находится в разуме, решимость, энтузиазм, способность побеждать себя, сила воли. Все это деятельность разума. В уме находятся мышления, эмоции, настроения, находятся чувства, желания. Находится в разуме, сила воли, решимость, цель, знание о том, как правильно жить. Находится в разуме, в разуме находится убежденность, способность заставить себя. Все это деятельность разума. У разума есть три психических центра. И каждый из этих центров имеет связь с определенной силой нашего сознания. То есть сознание — это энергия, которая пропитывает все тело. Это энергия нашей жизни, осознания себя. У сознания есть три энергии. Это стремление к знанию. Мы все хотим знать, что будет. Что сказать, ну что сказать. Устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Вот. И также энергия знания находится в центре разума, который связан с лобом, лобной частью. Верхний центр разума в среднем находится в области сердца. Здесь находится стремление к любви. Все знают, что любовь находится в сердце. Или кто-то считает, что в другом месте. Сейчас, кстати, появилось такое мышление, что любовь находится не в сердце, а где-то в других местах, более ниже, ниже, чем сердце. И как бы люди думают, что вот это и есть любовь. Но любовь находится в сердце. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо сердце, что ты умеешь так любить. Согласны с этой песней или нет? Или спасибо еще что-то, что ты умеешь так любить? Наслаждение, конечно, может быть в других местах, но любовь. Давайте договоримся, что любовь все-таки находится в сердце. Потому что иногда любовь, которая находится в сердце, встает в противопоставление желаниям наслаждения, которые находятся в других местах. У человека возникает конфликт между любовью и наслаждением. И он не знает, куда ему бежать. То ли к любви к своей, то ли к наслаждению. Это предусудительно. Так думать, что желание наслаждения стоит выше любви. Это все знают в своем сердце. Жена говорит, как же ты мог предать наши отношения, наши чувства. Мы с тобой прожили всю жизнь. У нас есть дети, они тебя тоже любят. Они тебя считают своим отцом. Зачем ты бегаешь, как обезьянка к этой нюрке? Она недостойна разрушения наших отношений. Она в отчаянии, жена говорит своему мужу об этом. Но он как бы не понимает, что для него важнее, любовь или наслаждение. Он не может разобраться в этом вопросе. Он говорит, да, меня любят дети, и ты меня любишь тоже, я согласен. Я тебя тоже люблю, но у меня есть желание, желание из сердца. Он перетягивает меня, меня туда тянет. И люди не знают, что делать с этим. У них нет знания, не понимают, как правильно идти по воду на наслаждение или все-таки остаться верным. Потому что, опять же, они не знают, что такое любовь. Он говорит, а я тебя разлюбил. Я вообще не могу сказать точно, разлюбил или нет, но я полюбил другого человека. Он не понимает, что такое любовь. Он думает, что любовь — это как раз вот это и есть трение палочкой в колбочку, чтобы получилось счастье. Но любовь, она более глубокую природу имеет. И разум, который находится вот здесь, в этой зоне, он должен определить, что такое любовь. Мы должны разобраться, потому что разум соткан из знаний. Должны получить знания. Что же такое всё-таки любовь? Это в институтах не учат этому. Даже, может быть, доктором наукой не понимает, что такое любовь. Такое тоже может быть. Следующий центр разума находится в области паха. Он отвечает за страх и бесстрашие, за нашу связь с вечностью, желанием жить. И мы не будем описывать, как он действует. Иногда есть такие упоминания об окопной болезни, когда солдаты пугаются, и у них срабатывает кишечник. Это тоже связано как раз с этим центром разума, который боится или не боится. Центр разума там может не бояться, если есть мотивация. Зачем ты отдаёшь свою жизнь? Как сделал Александр Матросов, он пошёл на амбразуру, потому что он верил в светлое будущее нашей Родины. Но это другой вопрос. Вера — это очень серьёзная штука, и мы будем попозже о ней говорить. Она тоже связана с личной жизнью. Сейчас мы вернёмся назад, так как мы описали с вами разум и ум. Пишем ещё одну часть тонкого тела, которая пронизывает все виды структуры организма. Это называется ощущение себя как личности. Мы везде чувствуем себя как личности. Палец — это я, это я. Мой палец — это я. Но если кто-то скажет, что не я, ну давайте отрежем, если не ты. Он не согласен, скажет, нет, 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 оставим, оставим. Это моё. Ну то есть у нашего эгоизма или ощущения себя как личности есть две функции — я и моё. Я — это мы себя как-то отрежетляем. Я — Олег Геннадьевич. Или просто Олежка я для мамы. Это немножко по-другому выглядит, но примерно то же самое. Вот. Это я. А моё — это жена, дети, палец — тоже моё. И некоторые машину тоже считают моё. Допустим, если стукнуть по машине, в которой сидит человек, он выбегает и говорит, «Ты чего меня трогаешь?» Вот. Ну то есть он очень сильно отрежетляет себя даже с машиной. И это моё. Энергия моё, она может распространяться очень широко, иногда шире, чем даже положено. Например, человек садится в трамвай, едет какое-то время, потом идёт покупать билет, и когда возвращается назад, то уже кто-то там сидит на месте, которое он уже считает моё. Он говорит, «Стоп, стоп, стоп! Это я здесь сидел, вставайте!» Ну как бы он считает это место своим уже, хотя это место ему не принадлежало и не будет принадлежать дальше. Трамвай уедет без него, и кто-то другой туда сядет. Но человек очень решительно настроен. Он говорит, «Я здесь сидел, вставайте!» То есть он уже привык к этому месту. Представляет его своим. Или вы, допустим, на следующую лекцию придёте, на вашем месте уже кто-то сидит. Вы привыкли к этому месту, место тоже моё, и уже настроение испортилось. Лекцию слушать не хочется, потому что моё место заняли. Это такой, так действует, этот эгоизм моё, чувство моё. Сначала, когда человек женится, жена – это не совсем моё. Люди привыкают друг к другу примерно 5-6 лет. И потом через 6 лет неожиданно человек чувствует, что это уже совсем моё уже. А дети, когда появляются, они сразу моё становятся. Вот только появился – уже моё. Вот таким образом, это ощущение моё, оно развивается, оно меняется в течение жизни. Например, муж, который пожил с другой женщиной, уже не моё. «Я не хочу тебя видеть, иди отсюда, ты чужой человек. Всё, не моё». Поменялось. Был вроде моё, потом – бац, стал – не моё. Видите, это интересные такие темы. Надо их изучать, пытаться понять, что это такое, как это действует. Потому что, очень важно, скандалы начинаются из-за того, что моё ведёт себя не так, как положено. Знаете, как бы, это моя жена, вообще-то. Она ведёт себя не как положено. Она должна вести себя так, как я считаю нужно. Это же моё. Вот я пальцем ногу вот так раз. Попробуйте остановить. Я вот так двигаю. Это моё. Я могу двигать сколько хочу, никто из вас не остановит. А жена тоже моё и ведёт себя неправильно. Я её останавливаю, она не подчиняется. Я не могу понять. Вроде бы моё и ведёт себя не как моё. Возникает противоречие, понимаете? Надо с этим разобраться. Веда объясняет, что разум должен контролировать это чувство эгоизма. Он должен его ставить на место, потому что именно это чувство эгоизма является причиной всех страданий на земле. Веда говорит, что все страдания, которые возникают на земле, возникают из-за неправильной работы чувства собственного достоинства человека. Если человек правильно относится к этому миру, он себя считает не контролёром всего, а слугой, тогда в этом случае он становится счастлив. Веда объясняет, что у эгоизма есть два направления движения. Одно направление — счастье оттянуть себе, а второе направление — отдавать. Когда человек отдаёт счастье другим, живёт на другим, он становится сам счастливым, хотя о себе в это время не думает. Когда человек думает о своём счастье, он становится несчастным и больным в конечном счёте даже. Счастья не хватает, развивает болезни. Допустим, девушка не думает о том, чтобы заботиться обо всех, служить и стать такой женственной, чтобы её захотели взять замуж. Она думает постоянно, мечтает, чтобы выйти замуж. То есть это совсем другая функция. Когда человек мечтает, чтобы выйти замуж, он от этого страдает, сохнет. Тянутся несчастным, больным в конечном счёте. Но когда человек заботится обо всех, служит, то он тоже хочет выйти замуж, девушка тоже хочет выйти замуж, но она при этом не думает об этом. Она просто хочет себя раскрыть как Личность, стать счастливой. Даже в той ситуации, в которой она живёт. Неважно, замужем она или нет, она не ставит судьбе никаких условий. Она просто... Вот я девушку не вижу из-за камеры. Это большая проблема для нас обоих. Или надо убрать камеру, или меня. Одно из двух. Девушка пусть сидит на месте. Кто у нас организовывает? Нам может камеру поставить вот сюда, чтобы девушка видела меня, а я её. Потому что я пришёл для неё сюда лекцию читать. Она пришла меня слушать. Мы с ней счастливы. Видеть друг друга. Правда? Теперь другая девушка уже. Надо ещё дальше поставить или на сцену лучше поставить? Поставить на сцену. Есть такая песня в мультфильме «Бременские музыканты». Вот про это настроение, которое делает девушку одинокой. «Ой ты, дудочка моя, труподурночка, До чего же исхудала фигурочка? Не может обратиться к врачу». «Ничего я не хочу». Вот. Ну, то есть, это деятельность сложного эго. Человек может даже похудеть от этого. Представляете, какое несчастье. Можно даже похудеть из-за того, что ты так сильно чего-то хочешь, а это не даётся, не получается. Поэтому разум предназначен для того, чтобы укращать деятельность сложного эго. Для того, чтобы подчинять его своей воле, знанию. Да, хочется замуж, но так не надо думать. Потому что чем больше девушка думает о том, что я хочу замуж, тем меньше шансов выйти замуж. Потому что она не создаёт вокруг себя атмосферу счастья. Она становится несчастной от этих мыслей. Она печальная. Грусть тоска меня съедает. «Не женат лишь я хожу». Пушкинка. Видите? То есть ложное эго, оно мешает быть счастливым человеку. Наоборот, если человек действует на платформе разума, он как бы действует активно, смело. «Я всё смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрел. Только прикажи, я не слушаю, товарищ лень». Ну, то есть он такой активный, сильный, он знает, что всё у него получится. Девушки тоже могут быть. Это не только мужская позиция. Девушки тоже так могут быть настроены, как в мультфильме «Золушка». «Хоть поверьте, хоть проверьте, но вчера крысилась мне». Ну, то есть активно она всем служит, заботится обо всех, там вся в копоте, её выбрали, а не у этих влащённых, у этих девушек, которые всё время капризничали. Видите, она служила всем, и принц, и она принцу понравилась. Таким образом, надо понять, что мы должны изучать, как действует психика. Мы много знаем, изучали математику, физику, химию, как действуют химические вещества, там и так далее. Но как действует энергия любви, как действует разум, ум, эгоизм человека. Мы почти не изучали, поэтому, сталкиваясь с этими функциями, которые существуют в жизни, мы страдаем, не зная, что с ними делать, как себя вести. В этом заключаются проблемы. Также нужно немножко разобраться в разнице между мужчиной и женщиной. Веда объясняет, что внутри человека течёт три психических канала главных. Вообще их очень много, но есть стержень или дерево жизни. Это психический канал течёт вдоль позвоночника или вдоль центральной нервной трубки, вот этой вот позвоночного столба. Этот канал называется сушумно. Наги означает канал, сушумно означает сушумно. Сушумно-наги. Ну, то есть это канал центральный, он самый главный, он дерево жизни, и от него зависит, насколько человек сильный энергетический. Поэтому сила человека и его стойкость в жизни зависит от активизации этого канала. Поэтому одно из самых лучших видов гимнастики – это наклоны. Наклоны, когда человек разминает этот канал, позвоночник туда-сюда, наклоны вперёд-назад, боки в стороны, то это даёт сильный тонус, увеличивает работоспособность, организм становится крепким, способным переносить большие нагрузки. Укрепление позвоночника, мы знаем, есть мануальная терапия, там и так далее. Позвоночник укрепили, сразу здоровье больше стало. По бокам существуют два других психических канала, которые отвечают за многие функции организма, но в том числе и также ощущение себя как личности в плане мужского и женского начала. Эти два канала, они отвечают за мужскую энергию и женскую энергию в нашем теле. С левой стороны протекает психический канал, который называется Ида-Нади. Ида. Вот, это женская энергия, женский канал. Левая часть тела имеет женскую природу. Левый глаз более чувственен, а правый более волевой у человека. Если женщина более выразителен левый глаз, у неё больше женские качества в организме, более выразителен правый глаз, больше мужские. Глаза связаны с этими каналами, двумя, которые находятся по бокам, текут вдоль позвоночного столба, вдоль сушумной. Ида-Нади с левой стороны, пингала-Нади, мужской канал, с правой стороны. Правая сторона мужская. Женщина, когда рождается, она получает очень сильную, у неё в её психике и теле очень сильно функционируют Ида-Нади. В три раза сильнее в среднем у женщины, чем у мужчины, работает Ида-Нади, психический канал с левой стороны. И так формируется тело. В результате, так как этот канал связан с чувственной деятельностью, связан с мыслями, эмоциями, связан с энергией любви, в результате функционирования этого канала формируется женское тело. Мы видим, что в процессе формирования женское тело сильно отличается от мужского. У женщины очень, очень как бы чувствительная кожа, не как у мужчины. Разница очень сильная в восприятии. Понимаете, то есть женщина, она носит очень мягкую, нежную одежду, она спит на мягком, и нельзя купаться в холодном, потому что тело очень нежное. Она ничего с этим не может сделать. Может быть, ты чего такая нежная? Давай купайся в холодном. Она говорит, я нежный, не буду купаться в холодном. Ты купайся. Нет проблем. Женщине надо есть более нежную пищу, мужчине можно более грубую. И так далее. То есть получается, что женское тело даже по-другому устроено. Психика женщины по-другому, мужчины по-другому. У женщины очень активен и силен центр разума связан с энергией любви. Женщина мыслит сердцем. Она сердцем воспринимает мир. Допустим, если у женщины спросить после лекции, тебе лекция понравилась? Лекция понравилась. О чем так говорить? Я не помню, но лекция понравилась. Она воспринимает сердцем, она смотрит, хорошая или плохая лекция. И важно понять, хорошая или плохая. нравится или не нравится. Если нравится, уже начинает потом дальше размышлять на эту тему. Но сначала она пытается смотреть сердцем. Поэтому, когда женщины слушают лекции, им взгляд примерно на лекции выражается вот так. Они смотрят вот так, слушают. Сердце. Открыто. Себя как бы, знания воспринимают. Или вот так. Не поймут, что это за человек такой, что он так себя ведет, поет как-то. Музыку включать, он нужен лекции, пришли. Вот. Ну, то есть, по-разному. Но в целом, это означает сердце. У мужчин тоже есть свое восприятие. Мужчина воспринимает с позиции знания. Все. У него активен вот этот центр. Он связан, пингала, Донадия очень связана с центром знания, который находится в области лба. И Донадия связана с центром любви, который находится в области сердца. Но все эти каналы, эти два канала, также связаны с глазами, с носом, с ушами. С левой стороны по-женски восприятие идет, с правой по-мужски. Вы не запутались? Все нормально? Вот. И мужчина, он тоже слушает лекцию на выражение лица совсем другое мужчина. Он по-другому воспринимает информацию. Тоже есть примерно два варианта. Плюс-минус мы контрастируем немножко, да? Мужчина воспринимает или вот так, слушает внимательно, все интересно. Так. Это все понятно, я так же думаю. Что непонятно, я думаю по-другому. Вот. Или он воспринимает вот так. То есть вот так означает. Я так и знал, меня жена сюда привела, она все это слушает, так и знал, что этот человек несерьезный. Так и знал. Вот так. на лекцию привела жена, его он недоволен. Как бы он вот так смотрит. Вот. Это мужское восприятие, оно отличается. Мужчина в конце концов говорит, я сам все это знаю. Вот все, что говорил, я сам все это знаю. Или он говорит, я знаю, что все это не так. Женщина, она сердце воспринимает, потом говорит, ааа, какая лекция, столько нового узнала. Ну, что-то интересно. Вот. Ну, мужчина, он так себя не ведет. Почти. Он потом с годами может сказать, действительно, я узнал что-то новое. С годами уже, через какое-то время. Может так сказать, это будет религционно для него такое восприятие. Но женщина, она сердце воспринимает, она сразу может понять истину, что-то новое. Она флагман человечества, женщины. Всегда открытие делают, она ведет семью ко всему новому. Мужчина консервативно воспринимает знания. Он идет всегда одной дорогой куда-то. У него одна цель в жизни. Женщина, она его корректирует, она пытается его направить куда-то. Женщина, что-то новое узнает, потом интересно, интересно, потом она перестает этим увлекаться, увлекать чем-то другим. Мужчина идет в одном направлении, женщина его немножко теребит в разное направление, но если женщина правильно действует, то она не отступает от своей идеи. И мужчина в результате поезд поворачивается потихоньку. Мужчина как поезд, он едет и вот, его трудно свернуть, она ему говорит сто раз, он не слушает, но потихоньку сворачивает, если она настаивает. Так действует отношение с позицией знания между мужчиной и женщиной. И энергия любви в женском теле дает женщине особые качества, характера, природные свойства, которые отличаются от мужчины. Женщина по природе чувствительна, по природе женщина добра, она сострадательна. Женщина по природе склонна заботиться. По природе женщина внимательно к людям. Она видит, чувствует людей внимательно к людям. Женщина по природе способна быстро чувствовать истин. Быстро чувствовать принимать истину, верить. Женщина по природе покладиста. Она всегда согласна с правдой. Если она чувствует, что это правда, она соглашается, принимает это. Женщина очень эмоциональна. Она выражает свои чувства очень ярко, красочно. и она очень ярко, красочно воспринимает мир. Она видит красок больше, чувствует вкус и гораздо сильнее, чем мужчина. В 6 раз говорят, женщина чувствует мир красочно сильнее, чем мужчина. мужчина более блеклое восприятие мира, чем женщина. Женщина более яркая. Женщина больше склона к разным видам искусства. Она лучше понимает языки, чем мужчина. И говорит сразу очень хорошо на любых языках. Она может по-китайски что-то услышать, сказать, или по-английски. У меня жена начала английский учить, бац, выдала мне прям чистое произношение сразу. Хотя я до сих пор синька беременность. Понимаете? То есть кто знает английский понимает, о чем я скажу. Или just do it. Да? Do it. Ну то есть мужской английский. Понятно. И женский и мужской. Вот. Женщина очень такое точное произношение, потому что она точно воспринимает мир. Она очень внимательно относится к предметам. Женщина она очень сильно привязана к пространству. Ей нужно, чтобы пространство было организовано. Причем так, как ей нравится. если она заходит в квартиру, ей надо, чтобы пространство было таким, как она считает нужным. Ей нужно, чтобы был порядок. Если две женщины заходят в квартиру, то у них по-разному воспринимается пространство, возникает конфликт. то есть одна женщина расставляет пространство вот так, другая расставляет вот так. Если муж решил жене сделать подарок на день рождения и делает перестановку квартиры, пока ее нет дома, то жена потом приходит и нежно и ласково говорит, спасибо тебе, мой хороший, я очень благодарна, но через несколько дней незаметно все переставляет назад. женщина деликатна по природе и она статична, стабильна, она в жизни ничего не хочет менять. Если мужу постоянно надо что-то другое, пятое, десятое, женщина привыкает к одному и не хочет, чтобы что-то было по-другому. Ей надо так, чтобы оставалось как было. Женщине нравится также тишина, покой. Женщина стремится к покою и кровать. Кровать это ее самое любимое место в доме. Кровать и кухня. Кухня это творческая энергия, она там творит, а кровать это покой. Там, где она получает силы кровать. Не обязательно там лежать на кровати, можно сидеть, главное, чтобы был покой. Такой покой. это сильно отличается от мужской направленности. Понимаете, ему надо куда-то бежать, там, что-то громить, сражаться. Никакого покоя. И нет вам покоя, гори, но живи. Погоня, погоня, погоня. успокойся, мой хороший, ты уже дома. То есть, женщина успокаивает мужчину. Мужчина женится для того, чтобы обрести вот это вот спокойствие в сердце, души рядом. Женщина расслабляется, успокаивается, потому что женщина стремится к покою, и она настраивает все в доме так, как она считает нужным, потому что женщина контролирует территорию в доме. Она не контролирует территорию в офисе, на работе, хотя пытается это делать, но у нее ничего не получается. Начальник мешает. Но дома она сама начальник, никто не может ей помешать, и она сама контролирует территорию. Она все расставляет, там делает так, чтобы все было по-женому. Мужчина отличается от женщины, он грубоват по природе. Он очень, женщина, если имеет такое сознание, увлекающееся, тоже мужчина имеет сознание последовательное, то есть он хочет последовательно что-то развивать в себе. Мужчина склонен быть твердым в сознании, волевым, устойчивым. Если у женщины постоянно настроение двигается, каждый день настроение меняется у женщин, оно движется всегда в какую-то сторону, неизвестную даже для нее, она не знает, какое настроение у нее будет через полчаса. у мужчины настроение стоит все время, и поэтому женщине хочется устойчивости в жизни, стабильности, хочет опереться на мужчину, потому что рядом с мужчиной она чувствует, что настроение остановилось. Она прижимается к мужу, как раз застыл. чувствует, чувствует, что он как-то спокойнее стало, все нормально. То есть психика застывает рядом с мужем, потому что он такой непреклонный, каменный, на него можно опереться в результате. Мужчина воспринимает мир не так широко, у него нет внимательности ко всему, к деталям, к мелочам, но он видит цель, и причем не видит препятствий. В препятствии видит жена. Мужчина склонен к аскезам в жизни. Аскезы облагораживают. Мужчина делает его здоровым, кстати. Если мужчина спит на твердом, если он ест другую пищу, обливается ледяной водой, он становится здоровее. Представляете? Вот так же мужчина становится здоровее, если он трудится постоянно, если он в напряжении живет, в труде. То есть ему надо обязательно быть активным, напряженным, становится здоровее от такой жизни. У него тело становится крепким, здоровым, счастливым. Женщина наоборот страдает от чрезмерного напряжения. Она страдает от твердой кровати. Она страдает от твердой пищи и от холодной воды. Женщине все надо мягкое, гармоничное, теплое. То есть она по-другому соткана. Видите, да? Очень сильно отличие и вот эти два психические канала, Ида и Пингала, они дают направленность, даже разную направленность жизни. Если канал Ида, женский канал психически направляет человека в личную жизнь, женщина очень сильно связана с личной жизнью. Даже когда человек на женщину смотрит, он с ней начинает разговаривать не с позиции деловых отношений, победы там какой-то, он начинает с ней разговаривать с позиции личной жизни. Как вас зовут? Уже личные отношения начинают устанавливаться. Он не говорит ей пойдемте вместе учить математику. Хотя он может так сказать, конечно, но женщина не поймет, чего он от нее хочет, потому что она строит личные отношения со всеми. Не деловые, а личные. А мужчина совсем другое отношение имеет. Он подходит к мужчине, бьет его по плечу, говорит, как дела? Нормально. У них такие отношения другие, они имеют природу активности, победы, твердости и так далее. И даже ребенок, мальчик любит папу по-другому, не как девочка. Девочка подходит к папе, она прижимается к ножке, улыбается к папе. Мальчик подбегает, он пытается его победить, как бы его куда-то тащит, борется с ним. Совсем по-другому воспринимает папу. Хотя мальчик с мамой не борется. Он подходит к маме и так раз подбегает рядом с ним, смотрит на нее добрыми глазками, такими хлопает, ждет энергии любви. Таким образом, видите, как бы женщина соткана из любви. Если она меняет направленность жизни, если она не в личную жизнь направляет свою судьбу, а в том, чтобы выучиться, иметь очень сильную специальность, так она вперед больше времени уделяет работе, меньше времени семье, то у нее психическая энергия переходит в правую сторону. В результате женщина становится напряженной, у нее начинает стронать гормональные функции по женщине, месячная, становится болезненной, ей тяжело становится жить, она станционерной, становится напряженной, она с болью воспринимает ситуацию в жизни личной в своей семье, она даже не хочет думать о том, что она не замужем, она боится об этом даже вспомнить. Вот ей тяжело смотреть на людей расслабленно, по-женски, спокойно, она смотрит на всех как деловая женщина, такая с позиции своего статуса в обществе. Она начинает разжать себя статусом, а не семьей, не с любимыми, людьми, и в результате она теряет себя как личность, постепенно она зажимается психически, становится одинокой, муж бросает ее, и нужна жена, а не начальник завода. Хотя начальник завода может быть женой хорошей, не то, что женщина должна работать, я не к этому, я просто расставляю приоритеты. Женщине на первом месте стоит семья, но если она очень активна по природе, очень разумна, она может при этом хорошим руководителем быть, если у ней хорошие отношения в семье. Семья для женщины фундамент, без дом, без фундамента дом не будет крепким, он разваливается. Но для мужчины семья не является фундаментом. Для мужчины фундаментом является его реализованность жизни, его способность стать сильной личностью. Как социальные и общественные отношения развивают мужчину, личные отношения развивают женщину. Таким образом, для мужчины главное это социальные отношения, ему надо побеждать, научиться, двигаться вперед, развивать волевые функции, стать устойчивым, разумным, сильным, крепким, выносливым, целеустремленным, способным побеждать. Сказал, сделал. Женщина сказала, когда женщина сказала, это ничего не значит. Нет, если она захочет, это будет что-то значить. Если она захочет, она скажет, ну и что сказал, ничего страшного. Я не говорю по-другому. То есть для женщины это ничего не значит. Но для мужчины, она говорит, ты же сказал. Ты вчера сказал. Какая есть, не поется. Я люблю, сказал мне ты, и это слышали в саду цветы. Я прощу, А вдруг цветы Простить не смогут никогда. Чисто женское мышление такое. Нормально, это правильно. Каждое мышление правильное. Не то, что это неправильное мышление. Это мышление любви. Развивает энергии любви. Мужское мышление другое. Оно добивается. Тоже из этой же песни. Я прошу тебя простить, Как будто птицу в небо отпустить. Я прошу тебя простить, Сегодня раз и навсегда. Мужское мышление. Ну, то есть, Волевой такой порыв, Как бы, Женское мышление, Оно другое, То есть, Оно эмоциональное. И таким образом, Псидика мужчин и женщин Отличаются друг от друга. И мы не должны На это закрывать глаза. Потому что, Не зная это тонкое строение, Некоторые могут сказать, Главное, хорошо, Олег Геннадьевич, Вы правильно говорите, Но есть исключения. Некоторые женщины эмоциональны, Некоторые мужчины эмоциональны. Это факт. Но это не норма. Это факт, Что мужчина может быть Излишне эмоциональным, Безвольным, Слабо характерным. Это означает, Что у него увеличиваются Женские функции. И это приводит его к поражению. Даже здоровье разрушается у него. У него разогревается тело Излишних эмоций. Человек, мужчина Не может терпеть Излишние эмоции. Даже когда от женщины Идут излишние эмоции, Мужчина это не переносит. Ему тяжело переносить эмоции. Это природа мужчины. Допустим, Когда мама берет Маленького ребеночка, Допустим, Мальчик маленького ребеночка берет, И говорит, Нормально. Он говорит, Нормально. Ему тяжело, да? Согласны? А девочка, Она, Такая улыбается. Детка, Басана, Согласна. Она, Как бы, Эмоции переносит легко. У нее нет проблем. Девочку можно часами целовать. Мальчик, Напрягается. Ему тяжело переносить эмоции. Или жена подходит к мужу, Говорит, Мой дорогой, Пойдем, Я хочу тебе что-то сказать Важное. И он может завтра. Сегодня я устал. То есть, Для него это напряг. Он чувствует, Сейчас будет напряг. Не может переносить эмоции, Ему тяжело. Он такой, Уже начал тяжело дышать. У нее напряг. Она потом звонит подружке, Говорит, Я не просто сказала, Я тебе хочу что-то сказать. Он начал скандал. Она, Я тебя понимаю. Подружка, Она женщина же, Она легко воспринимать эмоции. Все нормально. Они между собой общаются часами, Вот на таких повышенных эмоциях. Ну, Мужчина двойца Своему другу. Слушай, Меня жена достала. Я тебя понимаю. Ну, Ладно, Давай, Давай. Вот. Ну, По-другому все, По-разному сложно. И Человек должен следовать своей природе. Психическое тело не изменит. У него есть свое строение. Поэтому женщина должна больше уделять вниманию личной жизни. Хотя там сфера трудностей для женщины. Допустим, Женщина хочет, Чтоб на кухне было чисто. Но когда она видит бардак, Ну, То есть, Это там объем работы. Она чувствует этот объем работы. Мужчина на кухню заходит, Бардак. Ну, Ничего страшного. Взял там, Выпил, Сока пошел. Женщина на кухне, Бардак. А по-другому воспринимает. Мужчина может там все вспотеть, Вся квартира, Если жена две недели уехала, Вся квартира вспотела, Приехала, Ему по барабану, Нормально. Когда последнее белье последний раз менял? Я не помню. Вот. Ну, Не все, конечно, Мужчины иногда и бывают частюли. Но это исключение, скорее, Чем правило. Мужчина, он думает о своей цели. Он постоянно устремлен куда-то. Первым делом, Первым делом. Самолеты. А женщины? Женщины потом. Вот. Понимаете, Как бы это правильное мышление. Мужчина, Он должен увлекаться своим делом, Развиваться как личность, Приходить с работы усталый, Такой замученный. Но боевой, Сильный, Как бы счастливый. Мужская сила означает, Вот то, Что поет Марк Бернес, Оптимизм, Безудержный оптимизм. Женщина, Она созерцательна по природе. Ну, созерцательна. Она смотрит на все. И когда она вот так вот сидит, Мужчина подходит и говорит, Ты что-то скуешь? Она говорит, Наоборот, счастлива. То есть у нее созерцательное восприятие мира. Мужчина оптимистичная. Он идет, берет энергию, Мужчина от солнца. Солнце несет энергию радостей. Ра означает солнце, Дасть означает давай. Ра на санскрике солнце, На древних языках. Итак, солнечная энергия, Это мужская энергия. Лунная энергия, женская. День, это мужское время, Суток, когда человек активно действует. Вечер, это и ночь, Это женское время. Время любви. Утром человек работает над собой, Днем он трудится, Помогает обществу. Вечером человек отдает время семье, Потому что луна восходит. Наступает ночь, Золотый манит, Мысли новые, Это я, Знаю я теперь, Что мы сильнее дня. Женская песня. Да? Ну то есть, Как бы, Женская энергия, Это вечер, Ночь, Мужское утро, День. Видите, Мы с вами начинаем разбираться, Каковы черты характера, Мужчины и женщины. Отсюда вытекают обязанности. Обязанности означает, Не требовать свое. Древняя культура не на правах была основана. Сейчас люди строят все законы жизни на правах. Мы свободные люди, У нас есть права, Даешь. Древняя культура, Она была основана на обязанностях, Потому что чем больше человек требует прав, Тем больше активизируется его ложное эго. Он становится очень эгоистичным, А эгоизм разрушает его жизнь, Он становится несчастным в конечном счете. Человек должен учиться служить другим, Развивать истинное эго, А не ложное эго. Развать бескорыстие человек должен. И тогда он становится счастливым. Об этом все всегда знают и поют. Всегда люди ценят именно бескорыстие, В отношениях в том числе. И поэтому обязанности означают, Что ты делаешь так, Как нравится не тебе, А близкому человеку. И для человека это шаг в пропасть, Для мужчин и женщин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok